МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весной после второго обращения за помощью Москва из необходимых 10,5 миллиардов рублей выделила лишь 2 миллиарда. Законодатели считают необходимым еще раз обратиться с этим вопросом. Аргументация соответствующая у нас есть, она доработана. Более того, счетная палата Российской Федерации несколько раз делала некую ревизию здесь и соглашалась с нашими аргументами. Мы от цифр не отклоняемся. Мы называли предыдущую цифру 10,5 миллиарда. 2,2 получили. Поэтому мы говорим, уважаемый президент, у всего тех обстоятельств, что у нас крайне сложная обстановка. Просим предусмотреть выделение соответственно 8,3 миллиарда рублей. Какое решение примет после этого обращения президент и, соответственно, правительство Российской Федерации, время покажет. Но я думаю, что если мы будем молчать, мы не получим вообще ничего. Также Верховный Совет поддержал обращение в Госдуму. Его авторы Владимир Штыгашев, Юрий Шпигальских и Олег Иванов. Депутаты просят вернуть прежний порядок распределения налога на прибыль, когда региону оставалось не 17, а 18 процентов данного платежа. Так было до 2017 года. Потом Федеральный Центр стал забирать себе на 1% больше, а срок установил до 2024 года. Верховный Совет Хакасии просит Госдуму учесть сложное положение регионов и вернуть прежнюю ставку уже со следующего года. По оценкам профильного комитета, благодаря этому бюджет республики дополнительно получит около полумиллиарда рублей. Как раз на пополнение казны направлено изменение республиканского закона об инвестиционной политике. Общественности он более известен как закон о РИПах, региональных инвестпроектах. РИПы вызывают повышенное внимание в связи с тем, что им предоставляются существенные налоговые преференции. С самого начала парламентарии настаивали на том, чтобы этой нормой не воспользовались существующие компании, в частности те, кто занимается добычей угля. И вот после продолжительной совместной работы с правительством в закон внесены данные поправки. С учетом того, что цены на сегодняшний день упали, но тем не менее, это отрасль высокоприбыльная. И в данном случае, тем более, истощаются ресурсы невосполнений республики Хакасия. И в данном случае, я думаю, что принято справедливые поправки, исключающие угля добычу. Повестка заключительной перед каникулами сессии включала более 30 вопросов. И далее расскажем, какие еще важные решения были на ней приняты. Предпринимателям окажут поддержку в условиях пандемии коронавируса. По инициативе депутатов Василия Шулбаева и Андрея Филягина впервые разработан закон, по которому бизнес, арендующий государственную собственность с преимущественным правом на ее дальнейший выкуп, получит рассрочку при внесении платежей. Законодатели опирались на федеральную норму, позволяющую давать такие послабления малому и среднему бизнесу. Федеральный закон предоставляет субъекту самостоятельно установить срок за рассрочку недвижимого имущества, но этот срок должен быть не менее пяти лет. В настоящее время в республике такого закона нет. При подготовке законопроекта был изучен опыт других регионов, там такие законы есть, и предлагается законопроект принять и установить срок рассрочки семь лет. Впрочем, депутаты решили более внимательно изучить бюджетный эффект от такого нововведения. И пока приняли законопроект в первом чтении с тем, чтобы доработать к осенней сессии. Серьезная работа проведена и над законопроектом о контрольной деятельности Верховного Совета Хакасии. Его инициирует комитет по конституционному законодательству для того, чтобы в одном документе объединить все контрольные полномочия законодателей. В частности, депутаты получат право заслушивать информацию о работе не только региональных чиновников, но и представителей федеральных структур в Хакасии. Однако, по мнению самих законопроект, столь важный законопроект нуждается в дополнительной доработке. Правильно разумный подход. Принимаем в первом чтении и серьезно работаем по ним. Поэтому предлагается принять в первом чтении с принятием постановления, там сроки и все остальное. До 5 сентября, да? До 5 сентября поправки замечания. На сессии приняли и ряд социальных решений. Еще больше семей смогут претендовать на статус многодетных, так как теперь учитываются не только родные и приемные дети, но и пасынки и падчерицы. Увеличится и количество получателей компенсации при оплате услуг ЖКХ среди сельских педагогов. Внесены соответствующие изменения в республиканский закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова